Всем привет! С вами Данила Белоконь, передача Автоньюз. Сегодня в нашем выпуске Toyota C-HR, которая обрела свою жизнь аж в далеком 2017 году. Сегодня же в наших руках второе поколение Toyota C-HR. Встречайте! А в глаза сразу бросается необычный вид автомобиля. Только обратите внимание на этот дизайн. Острые углы, выпирающие формы, освещение, решетка радиатора, 20-е диски. Все это формирует впечатление агрессивного и спортивного автомобиля. Стоит отметить, что все эти детали у нас не просто для красоты, они также способствуют улучшенной аэродинамике. Здесь нас встречают выдвижные ручки, двуцветное решение, спойлер и продолговатое освещение, которое центрирует в себе название автомобиля. Стоит отметить, что у нас с вами версия GR Sport, а это значит, что некоторые элементы интерьера и экстерьера будут отличаться от классической версии. В Toyota C-HR у нас две версии мотора и обе идут вместе с гибридной установкой. Первый, двухлитровый мединовый двигатель с комбинированной мощностью 197 лошадиных сил, идет вместе с полным приводом. Второй у нас 1,8 литров, также мединовый двигатель с суммарной мощностью 140 лошадиных сил и при этом уже передний привод. Обе эти модели у нас будут идти вместе с коробкой передач eCVT. Однако, впервые Toyota C-HR предлагает еще и плагин Hybrid с мощностью 233 лошадиной силы, а сама установка была позаимствована у Toyota Prius. Багажное отделение у нас скромное, 364 литра, однако чуть больше, чем версии с мотором 1,8 литров. Для сравнения, версии плагин Hybrid вообще у нас 310 литров. Сиденья складываются в соотношении 40-60, а посередине у нас красуется такая сетка, которая позволяет фиксировать ваши вещи. Внутри нас ждут спортивные сиденья с логотипом GR, который, кстати, находится у нас и на руле. Руль у нас идет вместе с такой красной спортивной строчкой и также есть освещение, которое находится под мультимедией и на дверях. В мультимедиа у нас 12,3 дюйма, которая, кстати, тоже позаимствована у Prius. Все это дело у нас подключено к облачному решению и тем самым у нас дороги обновляются практически в режиме реального времени. При этом климат-контроль у нас по-прежнему осуществляется при помощи физических кнопок. Цифровая панель у нас кастомизируется и может принимать различный облик. Интересно, когда вы открываете автомобиль с ключа, сиденье и приборная панель у нас будут меняться в соответствии с вашими установками. Стоит отметить, что у Toyota C-HR у нас есть цифровой ключ, который вмещает в себя до пяти пользователей. В задней части автомобиля у нас прям совсем скромненько. Даже нету кармашка со стороны водителя, однако здесь есть. У нас нету подлокотника, зато у нас возможность поставить свои стаканчики здесь по двери. Касаемо места, нормально, терпимо, скажем так. Доехать из точки А в точки Б по городу проблем не составит. Но если мы поедем чуть дальше, то, наверное, надо позадуматься о более широкой версии. Кстати, одна из самых больших проблем в предыдущем поколении как раз-таки было недостаточно места, а также маленькие окна. Поэтому здесь всегда и было темновато. Здесь эту проблему решили тем, что окна сделали немножко побольше. Уважаемые зрители, нас выпустили на спортивную трассу проверить автомобиль. Единственное, у нас еще не до конца растаял весь снег, поэтому мастер-класс показывать не получится. Ну что ж, у нас под капотом 197 лошадиных сил. Автомобиль до сотни разгоняется за 8,3 секунды. Включим спортивный режим. Касаемо режимов у нас их 4. Эко, нормальный, спортивный и кастом. Нажимаем газ в пол. Полный лед, посмотрим торможение. Торможу. Ну да, тормозной путь здесь не ахти. Зато, кстати, хорошо работает система стабилизации. Потому что даже во время езды в полный лед, автомобиль себя не ведет как корова на льду. И есть некая уверенность. Из особенностей у нас с вами здесь еще, кстати, двойное стекло, что у нас способствует улучшенному шумоизоляции. У нас здесь есть хедап дисплей. Он небольшой, но зато очень четкий. В целом, касаемо эргономики. Спортивные сидения хорошей жесткости. То есть, обычно, знаете, такие уже полностью спортивные, как ковши. Они достаточно жесткие и долго ездить будет проблематично для вашей спины. А здесь хорошая эта комбинация жесткости и эргономики. Кстати, давайте ради интереса попробуем отключить трекшн-контроль. Посмотрим, как автомобиль себя поведет. Но здесь уже твердый снег. Мы полностью отключили трекшн-контроль. Даем газу. Разгон тоже приятный. Автомобиль сам для себя небольшой. Поэтому он такой достаточно юркий. И маневренности ему, конечно, не занимать в этом формате. Я всегда говорю, что такие автомобили идеально подходят для передвижения по городу. Удобная парковка. Здесь, кстати, хорошая камера заднего вида. Все системы безопасности. Большой плюс, кстати, контролируемость. То есть, прямо на сплошной лед мы с вами можем что-то делать. Ну что, дорогие друзья, пришло время подводить контроль. К концу выпуск. Здесь у нас по сравнению с предыдущим поколением есть множество хороших нововведений. Как дизайна, так и самого перформанса. В целом, если вы были фанатом Toyota C-HR, то обязательно присмотритесь. Здесь автомобиль сделали только лучше. А на этом у нас все. С вами был Данила Белоконь. Передача Автонез. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok